Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова. В Удмуртии начинают заготавливать елки к Новому году. Удмуртские ели, кстати, очень ценный товар. Хороводы вокруг наших красавиц водят и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А какие нынче штрафы за елку, которую срубили без разрешения, знает Светлана Буланова. По годовым приростам можно определить возраст ели. Как минимум 10 лет нужно расти елочки, чтобы попасть в разряд новогодних. Делятся мошкинские лесники, входят удмуртские елки и в топ российских красавиц. Их везут на московские гуляния и на новогодние балы в Санкт-Петербург. Так что за этими красотками и уход особый, и опека серьезная. Незаконная вырубка елей карается сурово. За незаконную вырубку идет штраф для граждан на 3 тысяч, для должностных лиц от 30 тысяч, для юрлиц уже идет от 200 тысяч. В канун Нового года леса и трассы под надзором лесников и полицейских на дорогах республики работает 33 поста по контролю за перевозкой лесной продукции. Разработано 148 маршрутов патрулирования лесных массивов общей протяженностью почти 6 тысяч километров. Такое усиление значительно сократило количество браконьеров. У нас как бы не очень много выявленных нарушений по незаконной заготовке новогодних елей. Если правильно я помню, в прошлом году один случай у нас, позапрошлый, по-моему, три случая. То есть идет тенденция к снижению. Народ понимает, что лучше прийти законно купить, и потом не портить себе Новый год. Сам Сергей Журавлев живую ель не покупает. Дома министр ставит исключительно искусственную елочку. По опыту знает, как сложно вырастить дерево. Меньше новогодних елок в Удмуртии стали заготавливать и на продажу, но переживать не стоит, успокаивают лесничие. Всем хватит. Заготавливать стали меньше, связанно с использованием населением новогодних елей искусственного происхождения. Мы проектируем в этом году заготовить порядка 5000 елей новогодних. Мы планируем начать заготовку 10 декабря, то есть числа 15-го, 14-го эти елки появятся в продаже на рынках. Средняя цена 300 рублей за двухметровую елку, а мастерица Наталья Орлова покупать ей точно не будет. Главный новогодний атрибут сделает сама. Делают из кофе очень красивые елочки. У нас здесь представлено на столе из сизалевых шариков елочки, органза. Вот это из фоамирана елка, то есть можно из всего что угодно. Некоторые работы, я даже видела, делали из обыкновенных макарон. Главное желание, полчаса работы, чуточку фантазии и новогоднее чудо готово. Ощущение счастья, теплоты, доброты, какой-то душевности, потому что когда мы делали эту елочку, мы всю душу в нее вкладывали. Светлана Буланова, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Торжественное открытие главной елки Удмуртии, ледового городка в Ижевске, назначено на 24 декабря. А пока на центральной площади города идет подготовка к Новому году. Успеют ли скульпторы, узнала Елена Керн. Как она не опасная, она будет у нас, чтобы была более вандало-сочная, есть пожелание с ней не убрать эти руки. С ними, конечно, было бы красиво, но опасаюсь, что их сломают. Могут сбить. Первое условие – безопасность, поэтому при согласовании главного ледового городка Удмуртии ажурные элементы пришлось убрать. Он будет состоять из десяти художественных композиций на тему сказок. «Золушка», «Летучий корабль», «Емеля», «Золотая рыбка». Дед Мороз и Снегурочка обязательно будут, они будут в упряжке на конях, а петух у нас будет аж в двух проявлениях – мужском и женском. Потому что мы решили, что раз в год петуха, то будут вот эти стеночки детские, совсем маленькие, для самых наших малышей, для которых радость и опознавание очень важна. И мы сделали две сказки с курочкой рябой и сказка про глубинную зубу. А вы этого для чего делаете? Чтобы прилегание лучше было, чтобы меньше было пространства между льдом. Крепко будет? Очень. Не отвалится? Нет. Подрядчики обещают сдать городок в 20-х числах декабря. Уже вырезали и заготовили почти 300 кубометров льда. В этом году, после очистки Ижевского водохранилища, лед оказался прозрачный и самой подходящей мелкой пузыристости. Правда, обошелся недешево. Стоимость общей подготовки центральной площади составляет порядка 2,5 миллионов рублей. Из них 2,2 миллиона – это сам лед, сам ледовый городок. И на 300 тысяч мы устанавливаем светодиодную конструкцию в виде подарка, в которую каждый Ижевчанин может войти, сфотографироваться и ощутить себя в ролик подарка для своих любимых. Еще из новинок – трехскатная горка. Из традиционного, по просьбам Ижевчан, три мыльницы по катушке. Открытие ледового городка и елки состоится 24 декабря. Елена Керна, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Умуртия». Пять безопасных мест для запуска пиротехники в новогоднюю ночь определили в Ижевске. По одному на каждый район города. Подробности можно узнать на сайте муниципалитета. И, кстати, неправильное использование пиротехники – причина серьезных травм. В прошлом году пострадали 20 человек. Серьезный ущерб здоровью и имуществу может нанести и обычная беспечность. Например, оставленная без присмотра елочная электрогирлянда. Проводили такую рабочую встречу. На примере видеоролика показывали в режиме реального времени, насколько быстро от замыкания электрогирлянды сгорает квартира. Так вот, елка сгорает полностью, буквально там, по-моему, секунд 45-50. И за полторы минуты, за две, от продуктов горения, химически едкого дыма из квартиры практически выйти уже нельзя. Также спасатели напомнили, за нарушение правил пожарной безопасности для жителей предусмотрен штраф до полутора тысяч рублей. Ну а чтобы нарушителей было меньше, сотрудники МЧС отправились в рейд в пригород Ижевска в частный сектор к многодетным семьям. Но поскольку рейд предновогодний, то спасатели взяли с собой подарки, особенные и очень полезные. Вот так в декабре пожарные облачаются в костюм Деда Мороза уже много лет подряд. 2016-й особенный – это год пожарной охраны, поэтому и миссии огнеборцев в нынешнем году более подготовлены. Они отправились в деревянные бараки 30-летней давности, где живут неблагополучные и многодетные семьи. Для взрослых появление нежданного гостя – большая неожиданность, зато дети сориентировались быстро. Борода и красный нос – это Дедушка Мороз. Детей в этой семье трое. Для всех фрукты, соки, игрушки и вот такие книжки-раскраски, где все о безопасном обращении с огнем. Начальник пожарно-спасательной части Первомайского района Александр Поздеев подарки вручает и взрослым. Для безопасности жизнеобеспечения вам, пожалуйста, на всякие случаи, конечно, лучше им не пользоваться никогда, но знать надо и уметь. Как звонить пожарную охрану в семье Петровых знают, а вот огнетушитель даже мама Татьяна в руках держит впервые. Но это дело поправимое – научить пользоваться задачей огнеборцев. А чтобы в доме вызывали пожарных вовремя, в придачу еще и специализированный датчик-извещатель. Тут батарейка внутри, и если задымление происходит в помещении, нет, будет пищать он громко-громко. То есть надо выбираться. Потом МЧС приезжает. Да, приятно. Вы будете звонить и уже позвоните в пожарную охрану и пожарных вызовите. Я детям запрещаю никогда не брать спички в руки. Хочу сказать спасибо пожарной охране, что они приехали, чтобы они нас как поддержали и подарили нам огнеборцев. В домах в аварийном состоянии и система отопления, и электропроводка. Да и курящая здесь – не редкость. Иметь средства первичного тушения пожара просто необходимо. В такие рейды вместе с отделом по делам семьи пожарные ходят практически каждую неделю. Но перед Новым годом эта миссия еще и приятная. Спасибо огромное, что вот так вот помогаете. Делайте добрые дела. Елена Гаримульна, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Завтра очередная сессия Госсовета. Основной вопрос бюджета – это будет уже второе чтение. После первого у парламентариев было две недели на внесение поправок в главный финансовый документ республики. Бюджетная комиссия подвела итоги. И так поправок к бюджету поступило более 280. 230 из них эксперты предлагают одобрить. В итоге доходная часть бюджета вырастет почти на 2,5 миллиарда, расходная – на 4,5. Комиссия предлагает одобрить выделение 2 миллиардов рублей строительной отрасли региона. Глава Удмуртии Александр Соловьев провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной президента России. На этот раз к руководителю региона обратились жители из пяти районов республики. В том числе и самая спортивная семья Удмуртии – победители сельских спортивных игр. Василий и Ольга Малых и трое их сыновей. Они живут в Нижнем Постоле, имеют большой приусадебный участок, а вот мотоблока для обработки земли нет. Глава обещал помочь. Также Александр Соловьев пообещал помочь ансамблю юных скрипачей поехать на международный фестиваль в Казань, а ижевчанке Наталье Ишитовой с ребенком-инвалидом в Москву на сложную операцию. В Ижевске пройдет благотворительный концерт в помощь Арсению Селиверстову. Мальчик нуждается в дорогостоящей операции. Помочь семье готовы сотрудники нашей телерадиокомпании. 20 декабря в Республиканской филармонии творческий коллектив «Эктоника» проведет новогодний вечер и посвятит его маленькому Арсению. Расскажет Елена Буховская. К сожалению, когда он начинается перевод с шапок, мы его снимаем, потому что на улице он пищит под шапками, и мы уже слышим плохо. Чтобы понять, как слышит Арсений без аппарата, достаточно сильно закрыть уши руками. Звук будет глухим и далеким. Ясно слышать родителей и общаться с маленькой сестренкой. Шестилетний мальчик может только, когда наденет на голову вот такую повязку – современный слуховой аппарат костной проводимости. Особенный Арсений с рождения. У мальчика нет ушных раковин и закрыты слуховые проходы. Это редкая патология. Мальчику нужны две комбинированные операции по восстановлению слуха и имплантации ушей. Помочь Арсению согласились медики из США. Одну операцию стоит 78 тысяч долларов, и нам ее готов оплатить трусфонд. На вторую мы собираем сами, открыли сбор в соцсетях, обращались в другие фонды. И на данный момент нам осталось собрать чуть меньше двух миллионов рублей. Наша телерадиокомпания тоже принимает участие в судьбе ребенка. Творческое объединение «Эктоника» уже сегодня готовит новогодний благотворительный концерт с участием звезд Удмуртской эстрады. Праздник посвятят маленькому Арсению. Собранные средства пойдут на оплату операции. Самое главное – это не только материальная поддержка. И понятное дело, что мы соберем небольшую громадную сумму денег, но мы постараемся какую-то часть закрыть. И второе – это тоже немаловажный фактор – это, естественно, поддержка родителей и самого ребенка. Что они знают, что есть люди, которые готовы пойти на помощь, протянуть руку. Ребенок, которому оказывается помощь, приходит в конце и выходит на сцену. Вот вся черствость людей, которая присутствует, она куда-то теряется, и многие плачут в этот момент. И я считаю, что это достаточно трогательный момент, и это так и должно быть. Для всей семьи Арсения концерт станет настоящим подарком к Новому году. Ведь впереди непростое испытание. Первая операция мальчику назначена на октябрь 2017 года. Елена Абуховская, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И на этом все. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова